крым полуостров северной части черного моря расстояние от москвы до крыма примерно 1560 километров а чистое количество часов на машине около 20 отправиться в крым на машине значит иметь возможность увидеть не только сам крым но и те города которые встречаются по пути среди них воронеж ростов-на-дону краснодар далее проехав по знаменитому крымскому мосту можно посетить близлежащую феодосию и поселок как-то бель в этом выпуске мы отправляемся в крым на автомобиле и это первая часть нашего большого путешествия наша первая остановка на маршруте это город феодосия название свое город берет за древнегреческого языка что дословно означает богом данное изначально на месте феодосии было греческое поселение созданная в шестом веке до нашей эры город также известен под названием кафа это генуэзское селение завоеванная османами в 1475 году именно в этом городе была открыта первая в европе кофейня в конце девятого начале десятого века феодосию часто посещал юрий гагарин что неудивительно ведь здесь во времена советского союза располагался центр подготовки космонавтом здесь же жил и всем известный художник айвазовский и сейчас любой желающий может посетить его галерею являющиеся одним из старейших популярных музеев россии а также первой публичной картинной галереи который в свое время побывало множество известных живописцев музыкантов артистов и общественных деятелей главная местная достопримечательность это конечно же набережная длинная улица с которой возможно посмотреть практически всю феодосийскую бухту что вообще по маршруту я ехал из москвы через воронеж ростов краснодар а потом сюда феодосию кстати выпуски на моем канале есть отдельно про воронеж и про ростов ну и конечно же про краснодар что касается дороги за дорогу буду говорить именно в краснодарском крае больше до этого не важно значит в самом краснодарском крае дороги видно что строится и идут как бы частями где-то сделано где-то в процессе строительства но где-то как было так так и осталось одна полоски идешь за фурами дальше от крымского моста ну крымский мост это бомба там вообще вопросов нет грандиозное сооружение и очень красиво все вокруг феодосию прежде всего стоит заехать почему потому что феодосия это один из таких первых пунктов если вы едете из краснодарского края в принципе крым-то небольшой сам по себе тут все рядом феодосия она получается в часе от крымский мост проезжаешь дальше керчь это если на автомобиле вы едете если на самолете другая история вы прилетаете в аэропорт и уже оттуда как бы куда глаза глядят феодосия на тут в часе езды то есть близко и у меня был вариант как бы в керчи но там нет такого количества всякого рода там гостиниц небольших здесь все небольшое все как бы такой маленькой на феодосия на тоже небольшая при этом здесь очень много таких исторических памятников какие есть особенности в путешествия я путешествую не в сезон я люблю путешествовать не в сезон почему во-первых цены то есть если я пример остаюсь в хорошем номере здесь в гостевом доме за 4000 то летом это будет зависимости от наплыва но это будет минимум шесть максимум ну не до бесконечности но как бы 8 то есть в 8000 на может быть все это где-то цена летом может быть в два раза выше это первый нюанс что денег придется тратить больше я не знаю что насчет кухни но я здесь где как бы только не ел кафушки все очень недорогое не буду говорить вам цены тут на любой вкус и цвет но недорого но опять же это сейчас до сейчас не сезон но тоже очевидный плюс это отсутствие пробок то есть если там август допустим меня ездили сюда много кто из моих знакомых тоже соседи мои ездили на машине именно на машине они горят ребята что пробище тут можно в пробках стоять по несколько часов ну понятно да идут ремонт и дорог где-то как встряли все но кстати тоже стоит отметить ребята что новая трасса от крымского моста которая от крымского до симферополя я по ней еще не по всей не ездила по куску по первому проехал то есть я же феодосия я еще дальше никуда не доехал мой первый пункт таврида трасса таврида идеальная трасса 250 километров вообще супер бомба полностью новая открыли и вот только что считаешь вчера и еще один плюс для меня ну как бы да я не там загорю на пляже точение обгорю да ведь как мы с вами как настоящий русский человек приезжает отдыхать отдых должен быть конкретные по полной программе мы обязательно первые три дня сгораем становимся малинового света потом обладим по несколько раз нам плевать на все крема для меня вот тоже то что я приехал вне сезон это тоже плюс с одной стороны да я не покупаюсь не поплескаюсь с дельфинчиками не сделаю так из воды так вот но при этом ребята сейчас вот я был в москве минус 7 снег воронеж был минус 10 ростов минус 3 везде был снег люди поскальзываются на гололедицы люди очищают машины от снега это значит пробки в этих городах а здесь что а здесь плюс 10 солнышко листва причем смотрите то есть это не то что там понимаете зима зима зимушка вот смотрите небо идеально чистое идеально голубое спокойно людей мало природа вокруг и вот я как бы вот жилетка и как это называется толстовочка вот это плюсы это плюс по набережной расстилаются пляжи гостиницы и отели кафе и рестораны аттракционы а также другая достопримечательность выполненная в испанном авриканском стиле и символ федосийских буклетов и путеводителей 1 советский санаторий в доме фабриканта стамбул и который сейчас является памятником культурного наследия где сосредоточены музейные экспозиции и реставрационно-выставочный центр подводной археологии иосиф стамбул и построил дачу в качестве свадебного подарка для своей будущей супруги период оккупации немецко-румынскими войсками дача служила госпиталем для раненых солдат и офицеров затем в 1970 1980 годах здание использовалась в качестве клиники александра довженко а после распада ссср и вовсе послужила в качестве ресторана вот смотрите вот скульптура львов здесь это на территории музея древности здесь рядом очень маленький такой дворик и тут стоят скульптурки поэтому вы когда будете то можете зайти прямо на набережной и вот этим вот скульптурам они датируются третьим первым веком до нашей эры то есть им больше двух тысяч лет и вот здесь вот еще есть также экспонаты можно посмотреть интересная особенность здесь феодосии что здесь идет набережная и прям на набережной находится вокзал центральный здесь поезда их вы когда ходите гуляете здесь музыка играет тут же слышен стук колес поездов очень интересно ну и тут же порт ребята вот галерея айвазовского это вообще обязательно место к посещению каждому кто посетит феодосию почему потому что во первых первая галерея вот в доме прям у него была открыта еще в 1845 году где представлялась 49 его работ а позже этот дом был расширен по самому как проекту самого айвазовского чем уникален этот музей прежде всего то что вообще на территории российской империи это был единственный музей одного художника такого не было никогда сейчас наши дни здесь собрано около 12 тысяч работ посвященной морской тематике и это самый большой музей в мире с самым большим собранием картин айвазовского на морскую тему в основном здесь около 400 работ его всего в 20 километрах от феодосии расположился как ты бель поселок городского типа на востоке крыма как ты бель с крымско-татарского означает край голубых холмов как ты бель место от которого буквально веет чудесами благодаря таким достопримечательностям как мыс хамелеон или звездопад воспоминаний мыс хамелеон на 70 метров уходящий в воду получил свое название как за интересную форму напоминающие то ли дракона то ли непосредственно хамелеона также и за свою способность менять цвет зависимости от погоды холодное и дождливое время мыс становится синим а в теплое и солнечное желтым или оранжевым мыс является одной из исчезающих достопримечательностей крымского полуострова из-за обвалов и оползней он потерял примерно 35 процентов объема друзья и пока мы не перешли к следующей достопримечательности пишите пожалуйста в комментариях что вы рекомендуете посмотреть в крыму какие у вас есть любимые места и любите ли вы путешествовать на автомобиле или предпочитаете более расслабленный вид отдыха ребята сейчас мы едем вместо она же смотровая не просто смотровая городская какая-то смотровая в местных горах нам это место посоветовал наш владелец гостиницы он говорит поедьте посмотрите на смотровую звездопад воспоминаний называется звездопад воспоминаний потому что здесь недавно сделали дорогу вот и да лежит асфальт там еще что-то ремонтировано видно что видно что идет звездопад воспоминаний это маленькая колоннада на круглом основании состоящая из трех колонн в античном стиле на горе как лю 1956 году место имело название роза ветров пол в сооружении имел данное изображение отсюда открывается прекрасный вид на множество мест достойных внимания на амирецкую долину воды мертвой бухты озеро бараколь озеро фундук и панораму села на никого здесь же рядом есть также и гора клементьева получившая свое название в честь погибшего летчика одного из основателей школы планеризма место также славится открытием так называемого эффекта шляпы волошина здесь легкие предметы не падают а взлетают сейчас встретил человека случайно вот как раз на этой смотровой он будет на его москвы он мне немножко рассказал про это место он мне рассказал что то есть в крыму как бы да есть те люди которые заинтересованы в туризме туристическом потоке а есть скажем те кто против это место оно уникальное чем она уникальна это центр советского планеризма сейчас тоже здесь занимаются планерным спортом почему это все происходит потому что здесь уникальные воздушные потоки я даже когда дрон притащил мне говорит будь аккуратен что здесь очень мощные потоки такие и вот здесь люди вон пожалуйста на планер летают и что он говорит почему почему он говорит что многие против ну например исследователи да допустим те кто за природу сохранение ее уникальности потому что здесь строят дороги естественно привлекают инвестиции трассы дороги туристы и это естественно нарушает всю вот эту вот систему природную экологическую которая здесь существует как бы балка двух концов недалеко от звездопада воспоминаний растет дерево чьи ветви украшены лентами разных цветов считается что если влюбленные повесят здесь свои ленточки то они будут счастливы вероятно такое поверье пошло благодаря еще одному звездному гостю горы 1931 году своей будущей жене здесь сделал предложение сам сергей королев ракетно-космический инженер друзья если вам понравилось данное видео не забудьте поставить ему лайк это помогает в развитии нашему каналу и обязательно подписывайтесь если вы еще не сделали этого впереди еще несколько частей про крым и много всего интересного из мира путешествий карьеры и туризма